В жизни практически каждого человека иногда происходят тяжелые травмирующие события, которые способны не только серьезно выбить из жизненной кореи, но даже спровоцировать желание совершить суицид. К сожалению, далеко не всегда люди, оказавшиеся в непростой ситуации, получают своевременную помощь и поддержку, что порой приводит к непоправимым последствиям. О том, как распознать человека, который решил свести счеты с жизнью и какую помощь можно оказать в такой ситуации, шел предметный разговор на областной конференции врачей, прошедшей накануне на базе центральной городской больницы. Проблема остается актуальной, поэтому мы проводим обучение врачей, как вести работу по предупреждению самоубийства в административных территориях, как выявлять ранние признаки суицидального поведения, как обеспечить помощь людям, которые находятся в состоянии суицидального кризиса. Печальная статистика гласит, в Брестской области ежегодно более 300 человек добровольно уходят из жизни. Чаще всего это мужчины трудоспособного возраста, при том, как правило, мысли о таком решении проблем приходят к ним под влиянием алкоголя. Причины для того, чтобы человек решился так добровольно уйти из жизни, они очень разнообразны. Но если статистически немножко так сложить в общую картину, то чаще всего это именно депрессия. Она может быть острая, она может быть затянувшаяся. Острая – это когда у человека произошло событие, на которое он отреагировал очень бурно и эмоционально. Оно его, вот эта реакция истощила, и он считает, что все, дальше бороться с жизнью или за жизнь нет необходимости и проще всего уйти из этой жизни. А такая затянувшаяся депрессия, она характерна в том случае, когда человек вроде бы как и старается, вроде бы что-то делает. Даже какие-то, может быть, пробует принимать медикаменты, а потом у него почему-то не получается, нет никакого результата. В такой ситуации человек редко обращается за помощью не то что к специалисту, но даже к близким. Однако, как показывает практика, только грамотный и комбинированный подход к лечению депрессии сможет дать положительный результат. А потому врачи настоятельно рекомендуют не бояться обращаться к психиатрам или психологам. Для тех, кто хочет получить анонимную помощь, есть телефонные линии доверия и кризисные центры, специалисты которых попытаются найти нужные слова, которые помогут взглянуть на мир по-новому и выбросить из головы тяжелые мысли. Продолжение следует...